здравствуйте сегодня мы поговорим с вами об однолетних растениях в нашем саду те кто ходит ко мне на занятия знают что я не очень люблю однолетники и считаю их посадку несколько нецелесообразной и требующей много физических затрат но между тем ничего мирское мне не чуждо и я тоже сажаю однолетники что же я люблю я бесконечно предана одному единственному цветком это цветок астра и в течение долгих лет я выбирала для себя растения какие же больше всего мне нравится и больше всего меня радует и остановилась я вот на этом замечательном сорте это сорт башни раньше они назывались дамы они бывают разные вот у меня три кварцевая серебряная и красная башня очень советую вам этот сорт это китайская пионовидная астра очень такое выносливое растение я бы сказала не сгибаемая которому не страшен не ветер не дождь которые не получается после осадков таким неопрятным неприятным растением которые хочется сразу найти выбросить из цветника но вот чудо как хорошо растение более того это растение хамелеон она меняет свой цвет несколько лет назад я посадила лососевую башню но это было что-то от нежно-нежно розовой она превратилась в такую цвета какао наверное то есть преображение было невозможно я даже не могла себе представить что такое может быть и вот она менялась у меня на глазах а началась моя любовь вот как раз вот с этой башни тогда это была седая дама сегодня это серебряная башня тогда это было седая дама очень вам советую значит кусты мощную у этого растения колоновидные диаметр цветка 8 10 сантиметров еще раз повторюсь очень аккуратные такие компактные все как будто бы внутрь советую вам приобрести семена этой астры еще раз хочу сказать опять же те кто ко мне ходят знают что я очень не люблю всевозможные цветные пакетики я считаю чем дешевле обертка тем выгоднее нам мы с вами если собираем свои собственные семена моих вообще в пакетиках газетных храним и ничего выращиваем замечательно я не занимаюсь рекламой поэтому это было приобретено просто потому что попалась на глаза и потому что семян у меня на тот момент моих любимых астр не было еще раз говорю выбирайте любые сажайте астра любит пересадку астра путешественница может выдержать несколько пересадок и будет этому только рада и вам благодарна какие растения у меня есть еще в саду я имею ввиду однолетники бархатцы опять же те кто слушает мои лекции знают что бархатцы я также сажаю растение ухода практически не требует растение радует до поздней осени до тех пор пока не подмерзла и нравится мне вот именно вот этот вот сорт кармин вот как они здесь нарисованы на картиночке так они и есть бархатцы отклоненные не прямо стоячие вот этот вот сорт я имею ввиду это такой кустик кустик высотой примерно 30 сантиметров цветочек небольшой сантиметров 5-6 но до чего же он красив великолепен в качестве бордюра в качестве просто какой-то роботки сажайте будете рады вот еще одному растению еще раз вам хочу сказать не перегружайте свой сад однолетними растениями не старайтесь все успеть выберите несколько но таких надежных тех которые требуют минимального ухода и будут максимально вас радовать долгое время ну вот пожалуй и все вы знаете что секретов у меня нет никаких от вас всего вам доброго до свидания хорошего урожая и здоровья ваше м в